Историческая программа, сделанная в Вятке, в эфире. Еще раз здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую и гостя нашей студии, Евгения Питунина, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретроклуба. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте всем, с наступающим Новым годом. Ну, 30 декабря мы встречаемся в рамках этой передачи уже в последний раз в этом году. И, безусловно, мы давно уже договаривались о том, что передачу мы сегодняшнюю посвятим истории празднования Нового года в нашем городе. Куда ходили, что дарили, чем накрывали столы, как праздновали и так далее и тому подобное. Мы сегодня будем говорить в том числе и о украшении театральной площади, да? Вы сейчас как раз через театральную площадь проходили по пути в нашу редакцию. А я ежедневно хожу из университета. Как в этом году вам? Ну, в этом не самый худший вариант. Хотя, наверное, может быть и в анналах не останется. Там звездный вариант, но тем не менее, то, что можно было сделать, сделали. Как у Медведя? Изумрудный город, да? Незаполитизированный. Любят, еще бы очки выдавали зеленые. Дингера поставили расчесывающего бороду. Живого Страшилова бы с Дровасием Железным, чтобы хоть какой-то интерактивчик был, чтобы персонали города ходили. Или объявили бы конкурс на лучших. Деревянный солдат Уруфином Джуссов. Я бы Уруфином чувствую родство душ, я бы пошел участвовать, наверное. Ну, слава Богу. Были разные годы, мы об этом скажем чуть-чуть. Ну, хорошо, давайте прямо начнем с истории праздного Нового года в нашем городе. Что переносимся на 80-90 лет назад, да, переносимся? Ну, давайте начнем с исходной точки, не только в нашем городе, а и в целом в стране СССР. Я не буду останавливаться, потому что вся эта история уже писана и переписана. Это письмо старого большевика в комсомольскую правду, разрешение Сталина. В 1935 году Йолку вернули. Вот и с той поры вроде бы и началось официально. Об этом в конце... Давайте поясним, а когда запретили Йолку? Запретили сразу, наверное, в 20-е годы, потому что 18-е, 19-е было не до того. Большевики не жаловали, да? Ну, а, там были газеты, выходили пионерские правды, там разная, был знаменитый стих такой. Не рубили саби стол, о, будет день угрюмый сер, если ты пришел на Йолку, значит ты не пионер. То есть были пионеры, были Йолки, были воинствующие атеисты, вот не только же они, они и отлавливали в домах, кто Йолки. Вот позднее, период позднее в СССР, когда комсомольцы и там коммунисты вычисляли, а то тайком детей, рясти церкви. Вот такой же период был, наверное, в 20-е годы, когда вычисляли тех, кто тайком ставит Йолку. Дома писали, должен быть... Ну, вот отлично описана эта книга Риммы Лаптевой, «Вятка на ладони», как вот отмечали до официального разрешения. То есть на Рождество все равно приносили, тайком были игрушки, были ангелочки, ставили. Но тут надо пояснить, в первую очередь все-таки наши предки праздновали Рождество. Рождество, Новый год был вторичен, как сейчас на Западе, но тем не менее, все равно Новый год был каким-то праздником. Зима длинная, длинная, скучная, надо было чем-то порадовать. Но казалось бы, советской власти было выгодно приучать людей к новой дате, к первому именно января, отходить как-то от церковных традиций. Да, это любой праздник, он в принципе был заменой какого-то старого праздника. То есть 1 мая замена Пасхи, 7 ноября, то, что там замена Новый год, он замена Рождества. И причем то, что и сейчас, если учитывая, правильно, Невзоров отметил, что если 70% православных, отмечая Новый год, нарушают самый строгий рождественский пост. Тем не менее, вот это укладывается. Но поститься все равно не будем, я думаю, что нет таких традиций, традиции будем соблюдать. Я хочу про елку, чуть-чуть дореволюционную, в принципе, иногда у нас время от времени в городе, в музеях выставки старых игрушек бывает. Я хочу сказать, что в основном дореволюционные елки, это были ватные, вата проволок, это были ангелочки с крыльями, персонажи рождественские. Или были очень редкие сейчас коллекционные немецкие стеклянные игрушки, они были филигранные, это были сани, ангелы тоже там. Люди обеспеченные могли себе позволить. Ну, они были не крашеные, а прозрачные. Игрушки, люди обеспеченные, конечно, было. И самое печальное, это, наверное, и до начала 50-х, елку украшали настоящими свечами, которые зажигали. От этого и пожары возникли. Да, пожары возникли. Если представить, это вот то же самое, что сейчас, вот в юбилейные пироги, вот и они большие, они были на прищепочках, эти свечи одевали, на елку зажигали. Семьи среднего достатка, ну, там традиции, да у многих, у многих даже в семье Ульяновых подобное было, то есть собирали детей. Новый год, это прежде всего детский праздник, собирали детей, пряни и на елку, орехи грецкие, либо в фольге, либо просто красили там под золото. Кстати, пряники на елку, по-моему, это немецкая традиция, до сих пор еще сохраняется. Все равно, чтобы можно было утилизировать и съесть конфеты, которые назывались конфеты. И вот елка была съестная, и дети водили хороводы, и вожделенно смотрели на эту елку, и она дольше Нового года не жила, потому что потом давали отмашку, дети мчались, а то, чего успеют набить в карман, и вот обдирали, и вот она вряд ли с погашенными свечами сразу уносили ее. У Андерсона печальная история о елке, которая после праздника где-то там осталась. Ну ладно, вот так мы запустили 1935 год. Товарищ Сталин сказал, что елка, это хорошо, и все сказали, да-да-да, это действительно хорошо. Что это мы раньше-то не догадывали, что это... Это не личное решение, Игорь Сергеевич, там была какая-то коллегия, совещались. У нас очень много было в стране времен, когда кто-то лично принимал решение, так и лично. Но после этого игрушки менялись, конечно, ангелы там хранились, вот тайком там одевали чего-то, но возникли советские игрушки, ну, конечно... 1935 год, простите, это накануне Нового, 1936 года? 1936, да, был первый год, а дальше все это было елка в Кремле, у нас, конечно, тоже были, наверное, в 1937-м, но в основном была Кремлевская елка, ее смотрели и на хронике, и на журналах, там дети представляли, мечта была всех пионеров попасть, эти богатые подарки. А у нас вот сказал товарищ Сталин, что елка хорошо, хорошо, сказал товарищ Сталин, что хаэ, это хорошо. И тут же стали делать елочных хаэистов, вот появились где-то перед войной игрушки на елку. Ну, и, естественно, индустриализация, развитие страны, появились аэропланы, дирижабли, светофоры, милиционеры на посту. Где это все отображалось в игрушках? В игрушках, это я все про елочные игрушки, вот так, образ, пятиконечная звезда, красная на елке, она раньше тоже была звезда, но Вифлеемская, кто вот знает, а потом красная звезда... А красная звезда вообще, в принципе, когда появилась? Обязательная, с 35-го, сразу, все одновременно, да? Дед Мороз менялся, конечно, Снегурочка была раньше маленькой девочкой, а потом она уже превратилась в мононогую немфетку, вот, такой. Вот, елка, конечно, была, наряжали ее, но игрушек было мало, у нас продавали, вот даже там по воспоминаниям старожилов был верхний рынок на месте, примерно в филармонии, вот, да, там были самодельные игрушки, артели производили из проволок, из всего, из электрических лампочек, сгоревших, это и войну продолжалось, вот. Войну, конечно, тоже была, ел, один из немногих праздников, не очень политизированных, скажем так, и поэтому, конечно, все школы писали новогодние поздравления на фронт солдатам, кому достанется, собирали там рукавички, носочки, отправляли игрушки, вот. Вот, и, кроме этого, были у нас интересные факты, например, с 1941 по 1944 год все у нас там и самоходные артиллерийские установки, которые у нас выпускали, Коломенский завод на заводе 1 мая, они шли с надписью с Новым годом, отправляли на фронт, вот, видимо, участвовали в войну. Конечно, был и фронтовой Дед Мороз, у нас рисовали детишки в школах, но фронтовой Дед Мороз, он был, как правило, одет в армейскую форму, в тулуп, там, он дарил нашим солдатам и это меховые вещи, какую-то еду, ну, вот, и стихи были, что пришел немцам, немцы тоже что-то, чего-то ждали, хорошего и доброго, а он им снега, в югу морозы, и, в общем, все плохое. И вот так вот в Новый год есть, вот, у меня одни знакомые у них, а сейчас традиция, очень многих людей, и это, отмечают юбилеи, 80 лет, и все, это очевидцы, это хранители истории, а иногда вот дети издают книгу воспоминаний, то есть литературные обрабатывают, вот, я одну читал недавно, вот, одной женщины, которая жила на территории Слободского района, вот, военную елку была, она работала, выходных не было, вот, может быть, дали, выходных вообще, ну, позже снимемся. Так 1 января выходным не было? Нет, войну же работали по 12 часов без выходных ежедневно, вот она приехала из Слободского, видимо, а дети уже голодные, холодные, в избе холодно, залезли на печь, где еще остатки тепла, Новый год, праздник, а нет, и вот, видимо, где-то родительница привезла эту елку, поставила, зажгли, и это кусочки сахара, пирожки, там что-то раздали, и такой праздник, так вот, эти люди, которые вот тогда были детьми, они с таким счастьем это описывают, вот, елку военную, и подарки, конечно, в войну у нас в драмтеатре были елки для детей, устраивали, не знаю, со светом и спировкой, наверное, вначале все это было, но, тем не менее, дарили подарки, подарки были бумажные, пакетик, булочка и, ну, конфеты. Но это тогдашние власти организовали, да? Да, да, это все, конечно, детям было так же по школам, детским садам, но я вот, хоть и в 60-е я застал это время, когда подарки детям не в целлофане, а такой был из такой бежевой, оберточной, твердой бумаги пакетик, вот главное, чтобы он не порвался донести, а в принципе то же самое, там менялся, может, состав, ассортимент, но подарки были, вот так вот и отмечали, а, честно говоря, 1 января стал выходным днем только в 47-м году. В 47-м году. Да, до этого всегда у нас был рабочий день, поэтому особо не разотмечаешься, ну, и дальше, в принципе, вот... А второй уже был рабочий? Второй рабочий, это уже потом, после 58-го, по-моему, года, еще когда пела Гурченко, в 56-м, это еще был второй рабочий тоже особо. Но традиции, в основном, конечно, не менялись, менялись игрушки, менялся антураж, менялась мода, менялась музыка, но вот русская традиция Нового года, это обжорство, употребление угорячительных напитков и безумное веселье, оно сохранилось, а в принципе праздник, и есть праздник, ничего там не придумают. Вот, снялся елок на площади театральной, о чем говорили, ну... Этот сквер, он был гораздо шире, там были клумбы, были скамечки, в общем, был такой, оазис такой был, там первый был, первая фигура ледяная, это северный медведь, олень, вот, елку ставили. Ну, вот я помню эти елки, честно говоря, ну, не могу я привыкнуть... Вот лесная губерния, лесная, елок отличных полно, и не могу я привыкнуть к этим елкам... Искусственно? Искусственно. Сейчас хоть конус вот этот геометрический ровно, но, знаете, все равно мертворожденные все эти елки, вот до этого была какая-то убогонькая, а сейчас смотришь, вообще там елки-то нету, то есть конус сетчатый, и все, по мне, да, честнее в шиномонтажах, когда они шины эти красят в зеленый цвет, и пирамидка и складывает, чем-то одевает. Вот поэтому, когда мы ходили в детстве по площади, то там была настоящая живая елка, мы смотрели, как ее наряжают, и настоящие живые игрушки. Были лампочки, были обычные электрические круглые лампочки, и на этой елке их красили, но, видимо, им талантом прозрачным, они светили, светили, зато игрушки были, были железные паровозы, железные машины и настоящие Деды Морозы, а были елочные игрушки, стеклянные, большие шиншки. Наверное, не обходилось без того, чтобы кто-то не подошел и снял. Ну, народ был воспитания, такого не было, но все дети ждали, вот там был заборчик такой, что этничек небольшой, все ждали, вот этот паровозик железный, вот он упадет, и может он упадет, вот, и прямо я его схвачу и убегу. Но один раз вот при мне упала игрушка, и просто, видимо, родители мальчика подсадили, он через этот штабельник перелез, хвать и бежать. Вот это был лучший подарок, наверное, он вспоминает, он был моложе, наверное, вспоминает до сих пор. То есть все-таки елка немножко огораживалась, да, на театре? Огораживалась, огораживалась, а потом... Сейчас же она тоже стоит к ней, не подобраться. Иногда они были удачные, иногда неудачные, но в основном все хорошие, вот иногда ставили рано-поздно, были морозные зимы, вот я уж не помню, сегодня, вот теперь такой в Новый год, белая снега, елка, есть даже старинные фотографии, когда в сопровождении ГАИ, тогда еще не ГИБДД, ГАИ везли на машине Урал огромную елку, вот по улице Энгельс, прямо хромадную, грандиозную, был запах такой еловый, там рубили эти ветки, ну и искусственные, конечно, может быть, но всюду, вот у ЦУМа была замечательная елка, даже вот, не поверите, во дворах, вот нынешние захудалые дворы Хущевки, вот напротив сельхозакадемии, и какое-то домоуправление, нынешняя же ЭХ, или там даже неуправляющая компания, в домоуправление ставила елку. То есть во дворе у нас возле вот этой, с загончиком, с газом был такой, кто помнит, да, там ставили елку и выходили, и Дед Мороз даже был от дома управления, что-то вот такое организовывалось. Кроме этого всегда, если от елки мы, или о елке завершим, так и так. Давайте елку. Мне хочется спросить такое явление, как елочный базар, когда появился? Елочный базар, да, наверное, всегда они были, но вот, честно говоря, на заре, там, туманной молодости я участвовал, я работал в управлении лесного хозяйства, в отделе охраны защиты леса, и занимался охраной елок. И порой ловили целые машины, грузовики, которые везли елки без лесорубочных билетов, и мы вот их сдавали, например, просто сдавали в ЦУМ. У ЦУМа всегда был елочный базар, елочный базар был на улице тогда еще коммунистический, ниже Ленина, там какой-то закуточек был, но были, но сейчас почему-то смотришь, где елки берут все на подбор, все отличные. Так это же питомники. Я вчера был на улице Блюхера, там, ну, из питомников, а тогда ведь в лесу рубили, и тогда... То есть, самолично нельзя было пойти в лес и вырубить горожанец. Можно было, то есть, в лесхозе, в Валы мы ездили, топаешь в лесхоз на улицу Пролетароспорта, писаете елку, определяет место, лесничество, какое у тебя в кармане билеты, рубишь, выходишь, тебя останавливают. Непосредственно ты показываешь, что есть. Соответственно, плата какая-то, да, за это? Да, ну, честно говоря, работа очень тяжелая. Елку рубить особенно, да. Вроде бы есть они, вроде бы и хороша, с нее стряхнуло, она ревобокая, или там ветки не такие, или все там. Вот если они есть в изобилии, вот специальный питомник под это дело, он, наверное, сейчас существует, это за аэропорт и в сторону вот Стрижей, там, не доезжая направо, там вот всегда эти елки, их массово рубили. А елочные базары были, елки стоили копейки. Сколько? Ой, дай бог рубль там какой-то, или что-то. Я самую первую покупку елок помню, это еще мы были юнатами в Крымическом музее в 60-е годы. У них, как сейчас называют, был корпоратив, и меня с одноклассником, тоже он занимался в музее, со мной послали, видимо, некого было на коммунистическую улицу убить елку. Там была огромная очередь, там, мама не горюй, там. Ну, почему-то всюду были очереди, и за елками тоже. И вот там стояло, и мы не могли проникнуть, поэтому там были и это сарай, и мы залезли на крышу этого сарая, посмотрели вниз, там метра два, наверное, прыгать, но будут сугробы, и мы прыгнули. Вышел там какой-то служитель, ну, раз мы попали на территорию, мы выбрали елку приличную, принесли. А так вот однажды, нам всегда было хорошо, вот дома были ел и до потолка, хрущевка, ну, сколько там высота, вот, обязательно стройная и очень густая. Возили студенты-охотоведы, потому что у меня родительница преподавала иностранный язык в сельхозинституте. Вот, поэтому я всегда помню елки, игрушки. И вчера вешал на елку советские, 59-го года выпуска. До сих пор работают крупные, это и лампочки, очень сочные, так, лак какой-то, наши советские. Гирлянда, понимаете? Да, гирлянда, и поэтому вот сколько лет, 60 лет скоро им, и тем не менее функционируют, и игрушки остались. Вот, а еще про елку хотел сказать, что однажды уже по этому учились в средних классах, и принесли домой елку, она осыпалась, то есть горе-то какое. И, видимо, там родители напряглись и новую достали, а старую куда девать? Буквально вот 31-го января я вынес ее во двор. Декабря, конечно же, да. Я вынес ее во двор, и, ну, обычно интернета не было, дети все бегали, бегали во дворе, и какой-то у меня мой одноклассник, дворовый друг, шестиклассник, он эту елочку, почти осыпавшуюся, взял и уже стемнело, он вынес ее на угол, вот, где Маклина, Актеровский проспект, два дома, там был такой небольшой скверик, он ее воткнул, и рядом прохаживался, и вот бежали люди, и парочка такая, до Нового года, там, 4 часа осталось елки нету. Они, вы что, продаете? Представляете, этот паразит успел вот мою эту опавшую елку продать. Выручить деньги за это. Да, рубль, а для пацана рубль, это к Новому году. Вот я, видимо, не был, а у меня такой коммерческой жилки, но он продал. А что дарили, кстати? Дарили. Что принято было, или особого внимания на это не обращали? Ну, в первую очередь, конечно, детям подарки, да, все-таки дарили детям, много всего, я помню, что однажды вот даже все это было в каких-то, роб, ел, унаряжали, были игрушки, вот еще, ну ладно, что дарили, дарили, что-нибудь полезное детям, и одежду, игрушки, конечно, был магазин игрушки знаменитый, на Дрелевского и Ленина, вот, дарили мне немецкие маленькие машины, и такие я собирал, большие, все, однажды много мы с сестрой, да, жили вдвоем, то родители у соседей затырили все эти рубки, и под Новый год уже, вроде ничего, дома все равно же, дети, я понимаю, что им не втерпешь посмотреть, и они знают, где примерно могут прятать, и они везде по квартире шастают и подсматривают, что дарить-то будут. А тут ничего, мы так напряглись, а вот родители там чуть ли не в костюме Деда Мороза, и сан, и там по этому полу отец, и полный этих коробок, там подарки, ну, не помню, что, но их вот подарок, больше игрушки запоминались, ёлочные, игрушки, конечно, ну вот, там прошёл сталинский период, была сталинская трубка, вот я, не поверите, я видел в антиквардном магазине ёлочная игрушка была сталинская трубка. А, курительная, собственно. Да, трубка, вот, были там ты-и, ты-и, а потом наступило время Хрущёва, 50-е годы, игрушки ёлочные сменились, то есть стала и укуруза, там. Кукурузу и здесь нашла, а почему? И это эти резины с фруктами, вот, изобилие, изобилие, и это там вазы с чем-то там съестным, с укурузами, огурцами, и это там победа, машина появилась, победа, вот была победа, опять же парашютисты, опять же, вот этот, ультспорты, запустили, конечно, космонавтов. Ну, когда космическая Россия началась, это тоже, да. Кстати, были, вот, и стеклянные игрушки. В виде спутника, в виде ракеты. А были, были ещё очень много игрушек, такие вот, плоский картон, раскрашенный серебрян, и вырезанный по контуру, вот эти все ракеты, зверюшки в ракетах, всё, их довольно много. И сейчас вот ещё, я вспоминал вчера с Грусти, очень много было, они сейчас пропали, эти игрушки, класс, но не игрушки, это были ватные Деды Морозы, ватные оленные бумагой, такие под ёлку ставили. А ещё, помните, вот, были, типа, такой фигур, плоская вырезанная, её открываешь, и там такая яркая цветная бумага, она такой сеточкой, сотой, такие, открываешь, она такая объёмная, поэтому вот имидж ёл, ёл и 50-х, 60-х квартирный, это даже не сама ёл, а вот ещё такие флешки по всей комнате, мы из угла в угол натягивали эти флешки, причём, и это были вот эти объёмные, сейчас они, может, и есть и тайские, но тогда они-то и вот с этим шелестом, ого, какую-то большую. Самые ценные игрушки, это были и тайские пятидесятых. Китайские? Да, с и тайм был мир и дружба, русские с китайцами были братья наверх, а потом они братьями наверх перестали какое-то время быть, сейчас снова братьями на следующий век. Вот век, видимо, закончился один из нового, тогда были и тайские игрушки, у меня они сохранились, это были игрушки, тончайшие работы, стеклянные, Санта-Лаусы, они продавались, 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 конечно, и сейчас они есть, но я зашёл вот эти же и тайские, например, у нас в антикварных магазинах, но смотришь цену, маленькая игрушечка 500 рублей, то есть даже сейчас это напрягает, но по тем временам были игрушки попроще, кто-то ставил маленькую ёлочку, для маленькой были там поменьше игрушки, для ёлки, которая была двухметровая, побольше, для школьной ёлки, например, шишки были уже сантиметров под 20, а для ёлки на театральной площади шишки были уже до полметра стеклянные, и вот они и бились, и в школе ёлку наезжали, а то сейчас люди не представляют, что это такое там школьный Новый год, а всегда для младших классов были костюмированные, всегда зайчики, белочки там и прочее бегали, а у нас 37-я школа, там всегда драпировался, холл на первом этаже, на чёрной бумаге нарисованы звёзды, идёт морозы, Снегурыч в спортзале, эти сетчатые окна заклеивали, чёрной бумагой всё, огромную ёлку настоящую ставили и плясали, рок-н-ролл там, ужасно, учителей и всё, такой подарки дарили, ну жаль, что ушли школьные ёлки, и были наши игрушки, вот и на прищепочках, а то помните, и одна мне очень нравилась, я не могу восстановить, вот она разбилась, это был такой маленький домик, избушка, сверху заснеженная, ушечка, она смотрит, вот, к сожалению, это не попадаются остальные, Гурчин спела пять минут, пять минут, и с той поры… – Карловальная ночь в 56-м году вышла, в 56-м, но это запрещали, не хотели выпускать, это… – А что думаешь, что… – Ну да, подражание Запада, это всё у нас, ну да, конечно, поэтому появились игрушки, стеклянные часы, и без пяти, без пяти двенадцать, вот они сейчас на всех ёлках. – Нам пора сделать небольшую паузу, я напомню, что эта программа сделана в Вятке, гость студии Евгений Питонин, историк-караветов, руководитель музея инженерных наук и АГО, президент Вятского ретро-клуба, об истории празднования Нового года мы говорим сегодня в нашем городе, скоро продолжим. – До Нового года всего лишь один день, и сегодня у нас новогодняя программа, сделанная в Вятке, история празднования Нового года в нашем городе. Евгений Питонин, историк-караветов, руководитель музея инженерных наук и АГО, президент Вятского ретроклуба нам сегодня рассказывает эту историю. Давайте на новогоднем столе сосредоточимся. – Вот кажется, что Оливье был всегда, но… – Не, не, это как бы не было. – Сейчас объясню, почему не было. Ну вот я задумался, один день до Нового года, да, вот наступает 17-й год, а вот представьте, 100 лет назад люди думали, ну, что-то 16-й год не задался, вот, наверное, 17-й будет получше, вот я надеюсь, что история не повторится даже в виде фарса. Ну, 17-й год, дожили до их годов жить, ну, ладно, теперь о хорошем, вот еще о елочках, вот, честно говоря, такое разнообразие, что на елку можно было смотреть и смотреть и смотреть и рассматривать, в гости приходишь, а у меня такая игрушка есть, а есть, теперь же все ел и мертвые, что в офисах, что где-то, вот это стоит конус одинаковые, там, голубые шары, что-то там мигает, питайся. Про театральную площадь, оценку свою дают. Про театральную, да, я уже это же самое говорил. Ну, на ел и смотрели, под елками были подарки, подарки, в принципе, в зависимости от состояния семьи, были, ну, средние, что-то там. Но в любом случае, вы что-то старались купить, да, что-то такое особенное. Да, мужья там, и стол накрывали, вот тогда были времена у нас в СССР, когда, сейчас разучились, а тогда еду готовили руками. Так, тогда это когда, какие мы сейчас годы? Времена в СССР. Целиком так? Пекли, жарили, готовили все. Но вот насчет оливье, все говорят оливье, в СССР был всегда оливье, да не было оливье. Даже в Ирове оливье появился, начал появляться с 75-го года. Причина была очень простая. В 75-м году запустили маргариновый завод и стали делать майонез, кто помнит вкус. В баночках. В баночках, да. С такой жестяной крышечкой майонез был, с вкусом укропчика такой, сейчас вот даже и рядом не сопоставить. Вот появился майонез, это был обязательный ингредиент, хотя там, ну оливье не было ни каперсов, ни рябчиков, ни икры. И там их, албаса, огурцы, картош, яйца, такой салат, он назывался зимний салат. Зимний. Да, майонез, оливье, это уже почему-то. Больше всего делали винигрет. Винигрет это было всегда, я вот его терпеть не мог. Но он обязательно должен был на любом новогоднем столе, да? Да, потому что надо было хоть и это витамины, но была, ну, навядка, навядка, всегда ваша пусточка, всегда грибочек, и там предпочтительно рыжий, и всегда баночки были, вот это обязательно. А салаты, вот, ну, если со сметаной, он зимний салат. Сметаной заправляли. Сметаной, сметана тоже была. И вот не было этих изысков, что там из курицы, с ананасами, с этой, с кукурузой. Кукуруза-то перевелась в 80-е годы, вот, кто помнит. Ну, вот, винегрет, а винегрет всегда и в войну, когда еще о военной жизни, вернусь чуть-чуть, вспоминала известная у нас профессор сельхозинститута Эмилия Адриановна Штина, писала, что вот Новый год стали отмечать после Сталинградской битвы, тогда уже разрешили, и мне, проверенному человеку выдавались афидры, несколько литров спирта, и делали таз винегрета, и все там, профессор там какой-то плясал мазурку, и все, вот, винегрет с той поры, и он был, вот, я помню, в детстве он всегда был винегрет, салата. А самое, ну, пироги, конечно, вот уж, это обязательно, это вот пекли у всех были, кому повезло, жили в Хрущевках, у тех были газовые плиты с духовками, там пекли, кому не повезло, и жили еще в деревянных домах, и коммунальных печах, были отличные электрические, это и печечки, не микроволнов, это и вот, массивные, с ручками по бокам, у них тоже отлично выпекалось, эти были пышные пироги, это было обязательно, а основное блюдо, оно было всегда, везде, и у всех, это были пельмени, вот, почему-то. Причем самолетные. Самолетные. А продавали-то, назывались магазинные пельмени, они, и то не всегда были, они расхватывались в лед, но было не праздничное блюдо, а там. Вот эти пельмени, там тоже были целые ритуалы, то есть, кто-то, например, предпочитал фарш не крутить, через, был поход на рынок, на колхозный рынок, это когда назывался, ходили за мясом. Куда, где именно сейчас? Децентральный, на центральный, да, колхозный он назывался, сейчас это название, конечно, уже забылось, но мясо покупали, и его, например, самые эстеты рубили, такое было крытое, и сечка, и рубили, и вот этот фарш. Нелегкий, небыстрый процесс, конечно. У нас папаша мой крутил мясорубку, потом был целый ритуал, это была огромная фанера такая, на стол, она клалась на нее, насыпалась таким кругом или овалом мука, в середине там яйца, все это избивалось, замешивалось тесто, отталось, срезалось, и все семейство усаживалось делать пельмени, вот. Их было столько, что, честно говоря, были новогодние панипулы до 13 января, да. Это в советское время? Да, там с первого. А как вот постепенно увеличилось количество этих выходных дней-то? Постепенно? Добавляли подниму? Вначале добавили, вот, с 59-го года второй стол, а потом уже, видимо, как-то, не знаю, по-моему, все уже третьего, ну, 80-м, наверное, там уже не шаг, когда уже, видимо, Леонид Ильич, у нас, Брежнев, который расслабился, завальяжнил, он не позволил и народу расслабиться. И поэтому, да, вот, выходные были, вот. Как люди предпочитали проводить эти, продолжить наши праздники? Что делать? Ходили в гости в основном. В гости ходили? То есть пельмени были у всех у нас, что вот было, можно было проводить сравнительный анализ. У нас было две бабушки, обязательно был ритуал, что сходить одной, тоже на пельмени, третьего, которая жила в деревянном доме, у нее были самые вкусные. Которая сестра милосердия, которая памятник открывался, и друзьям также. А время проводили, ну, а школьники, школьные каникулы, интернета не было, конечно, проводили на улице. Горки всевозможные. Да, перед, обычно, перед Новым годом у нас во многих дворах внезапно появлялись кучи досок. Они хорошо, им пахли свежей древесиной, доски эти были, где-то выдавались гвозди. И собиралась инициативная группа мужичков, и вот они, видимо, у них было какое-то инженерное решение. Они собирались в выходные и строили горку. Потом таскали в воду ведра, заливали, была горка, потом шли открыто, стеснялись, а шли куда-то в уток, там, за гаражи. Или там потом кому-то на квартиру это дело отмечали, конечно, завершение. Построили детям горку. Да, а детей было столько, вот не поверите, вот сейчас хожу, вот, ну, нигде нету. А тогда такие толпы вываливались, детей от мала до вели, и на горку, чтобы попасть с санками, вот, там, люди залезали, надо было стоять в очереди минут пять. На театрал, это во дворах, чтобы на горку. Один съехал, другой тут мамаша кого-то свезла, этот на санках, этот на пузе, этот там на спине, и не доезжая до льда, он этими руками еще гребет, знаете, как этими окластами, чтобы там куда-то доехать. А постарше... Соревновались, кто дальше проедет, да? Потом, а надоедало играть, если просто кататься, то играли в войну, горка превращалась в крепость, там, занимали оборону с игрушечными пистолетами, автоматами, а то там и штурм, там, отважно лез по этим крестовинам. Высокие горки это были тогда. Вот, а так играли в хоккей, конечно, во всех дворах, причем это была инициатива самих детей, у нас вот был пустырь, мы сами его чистили лопатой. И там песня-то поется «Великолепная пятерка», да? И вратарь, да. Ага, там нафиг пятерка, это была «Великолепная двадцатка», и вратарь, там, как минимум, там, собиралась столько детей, что одна «Великолепная двадцатка» против другой «двадцатка», и бегали. Счет был там 89-96, играли мы на валенках, играли, потому что настоящий мяч мог бы травмировать, вот, а играли обычным теннисным мячом. Тогда теннисные мячи продавались везде, а тенниса не было еще до этого, до Ельцина, он не очень его знали, поэтому вот так вот он. Играли теннисным мячом на воротах, у нас один стоял профессиональный из секции, воротчик назывался вратарь, у него была настоящая форма и была клюшка, правда, для шайбы. Вот, а чтобы мячом не больно, там, одевали телогрейку, а под нее, не поверите, нашли этот кусок дивана с пружинами, вот, знаете, в диване и одевал этот вратарь, чтобы этим шайбой или мячом ничего. А второй стоял, не было клюшки, у него была лопата, и он стоял лопатой, ворота охранял. Тем не менее, вот ходили так же... Неприступные просто ворота. Ходили так же, ну, а были и постарше. Вот самая знаменитая хопейная площадка была на углу молодой гвардии, чуть ниже Октябрьского, вот, где сейчас книжный магазин на той стороне, и вот на этой. Там уже взрослые парни, они, мы ходили смотреть, они там на льках уже резались, там, в хопей, там, этот, абортик со страшной силой удары были, все это. Везде были, и, ну, это и до революции было, и потом, и почему-то сейчас это прошло, а тогда звучала музыка на прогрессе, на Динамо, где-то всюду катались, ходили на площадь. Вы знаете, народ был воспитаннее, вот, меньше было все это урбанизовано, там, то есть всем был, чистый снег хватало, а потом, это 80-е, начался какой-то упадок, вот, начался там нетрезвый людей ходить, густой мат там витал, и бросали под ноги петарды, вот, с той поры, честно говоря, я перестал ходить. Сейчас говорят, пьяных не будут поспать, это и правильно, и хорошо, потому что надо какой-то контроль, там, ну, ладно, а да, дети днем, там, это хорошо, это ничего не меняется, эпохи идут, вот, и менялись у нас, в принципе, только и груш, и одежды, музыка, под которую танцевали, вот, единственное, что жаль, сейчас Новый год уже, последнее, что мне запомнилось, были велепные еще на черно-белом телевизоре, мы смотрели эти голубые, Если кто помнит, сейчас выкладывают в интернете, это, да, и юный Кобзон был с бородой приклеенный, с автоматом, типа Шмайсера на груди, про Куба-Любов, Свои шевелюры еще, и лесная сказка там в лесу сидели, и это были, мы честные грабители, все, что мы похитили, вернем, а теперь последнее, я помню, про какой-то поезд был, вот, ой, это шоу остановился, и все там бегали, не могли уехать, и с той поры она, ну, вот, у нас столь аналов, и ни один не может столь лет создать, Ну, все меняется, конечно, может мы стареем, может от этого, но вот нечего, надеюсь, что в этом будет, надеюсь, что все, послушав меня, сейчас вспомнят свои Новые годы, свои школьные Новые годы, Да, сверху этим дождем или чем-то, вот эти хлопушки там, и еще раз вас всех с наступающим, надеюсь, что все, 17-й год, пусть и 17-й мы проживем, вот, а потом будем рассказывать, И нашим детям отмечали в 2017-м Новый год, они будут, да вы че, и у вас не было этих 15D-телевизоров, у вас не было этих, их-то, встроенных чипов в голове, там, с телефоном, да как вы жили-то так, вот, как они сейчас, да, завершаем, да, еще раз наступающим, всего вам хорошего, счастья, успехов, удачи, процветания. Евгений Петонин, да, я тоже вас поздравляю, до встречи уже в новом году, всего доброго, до свидания.